ну а теперь поближе познакомимся с модулями один из битрикс это модульная система весь функционал системы лежит в том или ином модуле напомню что модуль это модель данных и api для доступа к этим данным обычно модуль реализует какой-то большой законченный функционал может себя включать компоненты шаблоны мастера и так далее как правило модуль представляет api для доступа к основному своему функционалу например мы можем воспользоваться этим api из другого модуля модуль бывает стандартный еще их могут назвать штатными или системными это модули ядра которые вы не должны изменять ни в коем случае их совокупность представляет из себя собственно битрикс фреймворк список этих модулей вы можете найти в админке в разделе настройки настройки продукта модули здесь представлен полный перчень штатных модулей набор этих модулей отличается от редакции к редакции вы также можете удалить стандарт модуль и системы например если его функционал на данный момент вами не востребован и в любой момент его восстановить установив повторно и второй вид модулей это пользовательские или иначе их можно назвать как решение маркетплейса это все решения которые вы установили из маркетплейса битрикса или установили из исходников то есть получили архив с модулем примесили в папке модули эти модули доступны в админке уже в другом разделе marketplace установленное решение вы также здесь можете установить или удалить решение но прошу обратить ваше внимание что у вас есть еще одна возможность случае данного вида модули это стереть модуль то есть удалить все установочные файлы с диска этой возможности пользоваться нужно осторожно вы удалите исходные файлы модуль а их копию вас может не оказаться тогда вы потеряете код модуля безвозврата все модули и штатные загруженные из маркетплейса размещаются в папке битрикс модульс также вы можете использовать для размещения своих модулей папку local modules я не буду останавливаться на этом моменте так как про папку local достаточно хорошо рассказано было в курсе введения в d7 но при создании своего модуля вы должны учитывать тот момент что ваш модуль может размещаться как в папке local так и в папке битрикс поэтому вы должны в самом модуле учитывать эту особенность и нигде не должны жестко зашивать путь до папки модуля как справиться с этой задачи я вам расскажу позже все модули битрикса начиная от главного модуля мэйн и заканчивая вашим модулем который вы смогли написать только что имеет примерно одинаковую структуру и принцип своей работы еще один важный момент если вы собирается размещать свои модули маркетплейсе все установленные решения из маркетплейса помещается в папку битрикс модульс а любой разработчик после размещения хочет проверить корректно ли проходит установка из маркетплейса его созданного модуля здесь есть два момента на которые вы можете попасться первый если вы разрабатывали решение в папке битрикс модульс и разместили его в маркетплейсе то скачивание из маркетплейса данного модуля приведет к перезаписи ваших исходников будьте здесь внимательны второе если же вы разрабатывали модуль размещая его в папке local modules и установили из маркетплейса то по правилам приоритета модуль будет работать с папки local то есть из ваших исходников они из папки битрикс куда модуль был установлен из маркетплейса то есть даже если ошибка есть вы ее не обнаружите чтобы избежать этого я бы рекомендовал проверять корректность работы после установки из маркетплейса вашего модуля на другой площадке не на той на которой вы ведете разработку